20 марта 2020 года навсегда останется исторической датой для нашего региона. Именно в этот день в Демитровграде был подтвержден первый случай заболевания новой коронавирусной инфекцией. Ковид выявили у 15-летнего подростка, прибывшего домой из-за границы. Буквально через пару дней губернатором Ульяновской области Сергеем Морозовым было принято решение о переводе региона на режим повышенной готовности или попросту самоизоляции. Абсолютно все учащиеся школ, средних и высших учебных заведений, а также большинство работающих были переведены на удаленный формат работы. Отменены все культурно-массовые мероприятия. Для посетителей закрылись театры, музеи, концертные площадки и районные дома культуры. Кафе и рестораны стали работать только на доставке. В торговых центрах закрывались зоны фудкортов и, к примеру, нельзя было мерить одежду в брендовых бутиках. Был отменен военный призыв в армию, запрещена охота. События развивались стремительно. Основной удар пришелся на Корсун. Если на 9 апреля в регионе было зафиксировано два случая инфицированных COVID-19, то 10-го их было уже 34. Вы знаете, что ситуация в регионе с распространением коронавирусной инфекции существенно изменилась. Мы ожидаем повторных тестов уже у 15 человек из Ульяновской области, первичные анализы которых показали наличие коронавируса. В речи губернатора прозвучало слово «ожидаем». И это именно так. Первое время в регионе попросту не было лабораторий, позволяющих производить экспресс-тесты. Анализы отправляли в соседнюю Казань или в Нижний Новгород. У нас первая лаборатория по выявлению коронавируса появилась в УЛГПУ имени Ульянова в конце апреля. Стоит заметить, что режим самоизоляции поначалу население соблюдало не важнецки. Работникам выдавались специальные справки на право выхода на улицу и передвижение в общественном транспорте. Междугороднее сообщение на некоторое время было приостановлено. С целью контроля режима самоизоляции в городе была организована работа народных дружин. На рейды выходили также и сотрудники полиции. Кто-то ходил без маски и таких было немало, а кто-то спешил в магазин. В городских торговых сетях наблюдался ажиотаж и повышенный спрос на крупы, макаронные изделия, туалетную бумагу и прочие товары народного потребления. В аптеках ежедневно сохранялась нехватка одноразовых масок и антисептиков. Что касается образования, то фактически ребята перестали ходить в школы еще в конце февраля 2020 года. Учащиеся находились на карантине по ОРВИ, затем, уже не возвращаясь за парты, шкалеры продолжали учебу в дистанционном формате, плавно перейдя в летние каникулы. А здоровительного отдыха, как вы понимаете, у ребят также не было. Лагеря и турбазы были закрыты. Отмечу, что работа общеобразовательных школ и дополнительного образования в оперативном режиме смогла перестроиться в онлайн-платформы. Также детям из многодетных и малоимущих семей образовательные организации выдавали довольно разнообразные продуктовые наборы. По памяти две банки рыбных консервов, сахар, пакет муки, пачка какао, макароны, пачка, масло растительное, одна бутыль, сгущенное молоко, сок в пакете. Летний отдых ребята проводили в режиме онлайн-каникул, а также в своих придомовых территориях, где с ними работали волонтеры лета. К вопросу о дезинфекции. Весь городской общественный транспорт ежедневно подвергался усиленной санитарной обработке. Это же касалось и поездов дальнего следования. Расписание фирменного поезда «Ульяновск-Москва» поменялось. Состав стал ходить через день. Также усилились меры дезинфекции и в жилищном фонде. Не говоря уже об объектах социальной сферы. Все санитарные мероприятия проводятся и сегодня. У людей разные мнения. Есть люди, которые говорят, что зачем обрабатывать, так как концентрация хлора мешает нам дышать. Есть астматики. А есть люди, которые требуют, именно требуют. Надо обрабатывать. У нас сегодня кто-то заболел или не заболел. Цель профилактики. Мы обрабатываем как положено. 2020 год являлся годом памяти и славы в нашей стране. Торжественные мероприятия, приуроченные к 75-летию со дня окончания Великой Отечественной войны 9 мая, были отменены. А всенародная акция «Бессмертный полк» прошла в онлайн-режиме. Также россиян призывали присоединиться к всероссийскому флешмобу «Окна памяти», цель которого заключалась в выставлении штандартов с портретами родственников героев войны из окон своих домов, а также всеобщее исполнение песни «День Победы». Сегодня участников ВОВ в регионе уже осталось не так много, поэтому практически для каждого из них были организованы персональные парады. После рекорда заболеваемости первой волны в середине июня, где выявлялось по 150 новых случаев заболевания в сутки, оставшуюся часть лета мы пережили относительно стабильно, на уровне от 89 до 107 зараженных в сутки. Появились послабления в виде открытия кафе и ресторанов, но с 50-процентным заполнением залов. Также поход в музей стал возможен в группах не более 10 человек. В торговых центрах стали доступны магазины одежды и обуви с сохранением перчаточно-масочного режима. Но до идиллии еще очень далеко надвигалась новая волна. С конца сентября ежедневные сводки оперштаба по коронавирусу начали показывать неутешительные цифры прироста заболеваемости, что свидетельствовало о начале второй волны пандемии. В декабре значения не опускались ниже 200. 12 декабря 2020 года в регионе зафиксирован абсолютный максимум по числу заболевших за сутки — 294 новых случаев COVID-19. В соцсетях стала распространяться информация о нехватке коечного фонда в городских больницах. В регионе вновь ужесточили контроль по соблюдению ношения масок в общественном транспорте, магазинах и соцобъектах. Тщательно стали инспектировать крупные торговые сети на наличие журналов регистрации термометрии у сотрудников и обеспечение покупателей одноразовыми масками и антисептиком. В данной точке продавец находился в торговом зале без средств защиты индивидуальных, то есть о чем была сделана запись в чехлисте и в акте осмотра магазина. А также отсутствует сведения о подаче декларации по соблюдению требований указа номер 19 губернатора Ульяновской области. С началом нового 2021 года по всей стране, в том числе и в Ульяновской области, началась массовая вакцинация. Прививаются как отдельные граждане, так и целые коллективы предприятий. Охотнее всего на прививку идут пожилые люди. С первого дня пандемии неоднократно шла речь о том, что чаще всего ковид губит людей старше 65 лет. На фоне вакцинации отмечается существенный спад заболеваемости ковид-19. Очень отрадно, что идут и молодые, но и люди в возрасте. Переносят прекрасно. Побочные явления, как и при всякой прививке, минимальные. Никаких сложных, никаких таких серьезных осложнений не было у нас. О помощи врачей в период пандемии можно говорить долго. С самого начала распространения ковид-19 огромное количество докторов, медицинских сестер, водителей и санитарок несли круглосуточную вахту по спасению жизни людей. Они работали в красных зонах по 18 часов и более. Те врачи, которые работали в ковидных госпиталях, по нескольку месяцев не имели возможности находиться дома и общаться со своими близкими. С целью недопущения контактов с родственниками медицинские персоналы целыми бригадами размещали в гостиницах. Также стоит сказать о волонтерском корпусе. Волонтеры Победы, волонтеры-медики и прочие также с началом пандемии оказывали помощь по доставке продуктов и медикаментов пожилым гражданам. Всероссийская акция «Мы вместе» яркий тому пример. Особенно активным людям нашего региона из числа медиков и волонтеров указом президента России вручены памятные медали, а также обеспечен бесплатный восстановительный отдых в областных санаториях. Мне действительно лестно понимать, что эта пандемия показала истинных общественников, неравнодушных людей, которые выходили в эпицентры заболеваний, помогали жителям и всячески поддерживали эту обстановку, которая была. И узнала я в этой награде абсолютно случайно, просто потому что Российский союз молодежи на федеральном уровне спрашивал, кто же все-таки работал в период пандемии, и этой кандидатурой оказалась я. Все эти дни на передовой находились я и мои коллеги-журналисты. Это Рината Алиулова, Павел Половов, Александра Никитина, Виктория Черкова, Данила Ноздряков, Ирина Антонова и другие, а также телеоператоры нашего канала. Все мы заходили в красные зоны, общались с докторами и больными, отправлялись в рейды и проверяли обеспечение лекарственными средствами медицинские учреждения города и области. Мы до сих пор продолжаем освещать тему пандемии коронавируса. Год назад мы надели на себя маски и до сих пор находимся в ее облачении. Этот аксессуар стал незаменимой частью нашей жизни, к сожалению, и в общении с друзьями. Сегодня в регионе действует ряд послаблений в распоряжении губернатора Сергея Морозова. Работают театры, кинотеатры, музеи, концертные площадки, где разрешена заполняемость залов на 75%. Рестораны и кафе стали работать в обычном режиме. Для граждан старше 65 лет самоизоляция носит теперь рекомендательный характер. Все еще сохраняется обязательным ношением масок и перчаток в общественных местах и социальное дистанцирование. Как будут дальше развиваться события, покажет время. Антон Никонов, Даниил Сурков и Руслан Баталов. Уллправда ТВ